Продолжаем, точнее, сегодня с точки зрения лекции будет последняя содержательная лекция по нашему курсу и потом у нас еще будут, я думаю, пара практических занятий, где мы пройдемся все, ну не все, но основные моменты по всему нашему курсу, поговорим о кейсах и попробуем все это на практике. Ну а сегодня мы должны рассмотреть очень современную, хотя изродившуюся, так сказать, уже несколько десятков лет идеи, связанные с бустингом и бэггингом, однако эти идеи в последнее время приобретают очень большое значение в машинном обучении, точнее даже не сколько значения, а являются достаточно эффективными и их очень часто используют. Это две идеи, в общем, с одной стороны где-то похожие, но тем не менее, так сказать, есть между ними и разница. Значит, вообще эти методы относятся к методам, такие ансамбленные методы, да, то есть когда мы пытаемся решить сложную задачу, не используя один умный какой-то метод, а используя много не очень умных методов, но используя их, так сказать, одновременно и в каком-то смысле мы сейчас поговорим, в каком-то смысле усредняя результаты. Значит, ну какие здесь есть к этому предпосылки? Один математик в начале 20 века провел такой эксперимент, он пришел на ярмарку, значит, там нашел какую-то корову, вес которой он знал, и, значит, предложил крестьянам, ну там крестьянам, те, которые разбирались в этих коровах, оценить на взгляд вес этой коровы. Значит, и там их было довольно много, человек там 20, может 50, ну это не так важно, и он записал все их показания, все их, значит, оценки, вес этой коровы, причем делал независимые, ну то есть по одному их спрашивал, вот, ни один из них не угадал вес этой коровы. Однако, если он их всех усреднил, то есть взял среднее из того, что говорили, так сказать, покупатели, то оказалось, что вес этой коровы был достаточно точно определен. Значит, ну, идея такая, да, что у нас нет человека, который на взгляд на корову может сказать, сколько в ней килограмм. Ну, нет, ну, может быть, такой эксперт какой-то есть, но этот эксперт дорогой, сложный, значит, сложный, и его... как-то, так сказать, там, дорого вам содержать. А вот, так сказать, простых покупателей, которые, ни один из которых не является экспертом, то есть, делает задачу достаточно приблизительно, но то, что их было много, позволяет решать задачу точно. Так, то есть, чем покупать, условно говоря, нанимать дорогого эксперта, можно нанять, так сказать, да, много слабых экспертов и решить задачу достаточно точно. И вот это основные идеи, так сказать, бустинга и бэддинга, на которых сегодня пойдет речь. Значит, мы будем рассматривать задачи анализа данных с точки зрения классификации, классификации их по признакам. Вообще, такого рода задачи мы с вами рассматривали, и, в частности, вот это решающее деревье, да, о котором мы говорили, да, это тот рабочий инструмент, который позволяет по признакам, так сказать, определить, ну, описать какое-то свойство, описать какие-то, значит, предсказать это и так далее. Но построение решающего дерева, хотя я это так порекламировал, сказал, что это супер, так сказать, метод, да, это отличный метод, но на самом деле построение одного решающего дерева для полной совокупности зачастую оказывается очень сложным. Это долгий процесс его обучения, он может быть не очень точным и так далее. Значит, вот сегодня мы рассмотрим идеи, которые называются случайный лес, который как раз означает, когда мы возьмем много, так сказать, плохих деревьев, так сказать, но используем их место. Ну, давайте мы начнем, прежде чем мы сейчас будем говорить о самих методах, с постановки конкретной какой-нибудь простейшей задачи. Вот, допустим, у нас есть студенты, то есть у нас есть такая табличка, фамилия и имя, отчество. Это студенты, из которых получились там, ну, мы отбираем, там, скажем, аспирантуру, значит, да, нам нужны, значит, студенты, которые будут заниматься математикой, значит, ну, уже серьезной наукой. И предположим, что у нас есть некоторые признаки этих студентов, признаки, ну, мы сделаем простейший вариант, рассмотрим, скажем, четыре экзамена, которых они сдавали и поставим плюсик или минус, в зависимости от того, хорошо он сдал этот экзамен или плохо. Ну, первый экзамен, допустим, у нас это математический анализ, второй экзамен, например, линейная алгебра, третий экзамен, это будет физика, ну, и, скажем, четвертый экзамен, это экономика. Ну, пример нарочитый, да. Вот, и у нас есть какие-то, ну, какая-то обучающая выборка, то есть мы произвели набор, значит, студентов, ну, точнее, аспирантов из этих студентов, а здесь будет, так сказать, ну, аспирант, хороший из него аспирант или плохой аспирант. Значит, то есть это выборка, которая будет использована для обучения, для построения наших методов, для того, чтобы потом классифицировать уже студентов, про которых мы не знаем, поступили они, хорошие они стали аспирантами или плохими аспирантами. Ну, то есть, например, там, здесь плюсик, здесь плюсик, здесь минус, здесь минус, здесь минус, здесь плюсик, здесь плюсик, здесь минус, ну, там, здесь плюсик, здесь минус, здесь плюсик, здесь минус и так далее. Ну, а здесь мы пишем плюс, там, плюс, минус и так далее. а значит вот у нас есть собственно нас интересует этот признак а то что то сказать удавшийся аспирант удачный аспирант значит и мы можем ну по-хорошему здесь нужно строить решающее дерево да по этим признакам значит взять предикаты и строить по какому признаку сначала будем описывать потом по какому второму списку третьем четвертым значит но можно подойти попроще можно рассматривать на эту таблицу как на четыре простых классификатор каждый из которых не является мягко говоря идеально то есть вот это будет первый классификатор это будет второй классификатор это будет третий классификатор а это будет четвертый классификатор значит первый классификатор значит мы должны посмотреть вот тут плюсик плюсик давайте здесь поставим ну да вот так как же вот этот классификатор чем говорит но вообще мало чем говорит да мы можем примерно сказать так что если плюс ну тогда и здесь плюс ну давайте поставим минус а здесь плюс интересно на это классификатор говорит так что если матанализ хорошо сдан значит сюда удавшийся аспирант а второй говорит значит мы смотрим здесь плюсики минусики ну тут такое значит непонятное соответствие так сказать ну чё-то он говорит как-то мы будем интерпретировать но надо посмотреть где у него больше плюсиков или минусиков против удачного аспиранта просто не хочу писать долго да ну физика там тоже но экономика в общем тоже значит что там показывает что вообще бесполезно бесполезный признак тупой значит каждый из этих признаков нельзя по отдельности применить потому что то есть их применить очень легко но ни один из них не дает какого-то хорошего значит содержание этой таблицы и идея бусинга состоит в том что а давайте мы так сказать возьмем каким-то образом комбинацию значит вот этих признаков будем их во первых мы каждому от этого признаку дадим некий весовой коэффициент припишем да и во вторых будем их последовательно применять так сказать и не единожды а много раз столько сколько захотим то с разными последовательно с разными весами а так чтобы заставить по составить ансамбль из этих признаков и чтобы этот ансамбль в итоге нам давал хорошее предсказание вот идея идея бусинга ну бусинга такое слово так как усиление усиление плохих признаков имеется да что мы берем плохие признаки и их усиливаем так сказать вплоть до того что весь вместе этот ансамбль будет у нас хорошо работать то есть бусинга предполагает что у нас есть данные какие-то обучающая выборка значит и мы эту обучающую выборку даем значит разным разным классификатором и потом эти значения этих классификаторов с какими-то весами значит мы складываем и получаем ответ значит вот от этого ансамбль то есть классификаторы вообще говоря разные значит по-разному могут быть устроены значит и мы подбираем веса к этим классификатор но они работают с одним и тем же датасетом одним и тем же данными которые считаются ну который мы анализируем значит как это ну какой как выглядит алгоритм этого бусинга ну давайте просмотрим простейший значит вариант это бинарной классификации хотя вообще пустим конечно можно применять и в более сложных более сложных значит более сложных ситуаций значит в качестве исходных данных у нас есть допустим какой-то h это множество множество классификатор различных ну то есть это классификаторы ну в данном случае в этом простейшем это вот наших там четыре таких классификатор вообще это могут быть самые различные классификаторы классификаторы значит для решения следующей задачи значит у нас есть обучающая выборка предположим то есть у нас есть набор x m и y m где это от одного до м большое то есть это объем наши обучающие выборки x m это какой-либо объект это ну какой-либо объект это может быть вектор это может быть неважно что угодно значит а y m это число либо минус 1 либо 1 вот бинарный классификатор и обучающий выборка то есть это мы уже такое проходили значит значит что для x m значит это для этого вектора либо минус 1 либо 1 то есть мы рассматриваем задачу бинарной классификации это обучающая выборка и нам нужно значит построить алгоритм такой выбрать такой классификатор 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 это по сути функция заданная на таких x который принимает значение минус 1 1 как бы нехорошо так написал конечно надо скобочки убрать ну где x большой это множество этих объектов множество этих иксов не обязательно иксы конечно те которые в обучающей выборке это могут быть и новые иксы а значит ну вот это классификатор любая такая функция которая по объекту строит либо минус 1 до 1 называется классика бинарный классификатор значит задача вот построить такой бинарный классификатор чтобы он обобщил а вот эту информацию по нашей обучающей выборке значит мы будем делать строить этот классификатор скажем так в большое количество эпох то есть у нас будет некоторое время дискретный параметр который будет принимать значение 1 так далее до небольшой а читай большой это вот количество эпох обучения нашего нашего классика ну конкретно число ты выбирается задача так чтобы было все хорошо значит мы будем значит связывать для каждой эпохи ты у нас будет весовой коэффициент а значит здесь написать т значит весовой коэффициент для каждого то есть все коэффициента число с 2 параметра т и н ты это номер эпохи которую мы рассматриваем а н это номер объекта из обучающей выборки то есть мы на самом деле здесь смотрите делаем веса на каждый изучаем объект смысл этого состоит в том что мы этот вес будем для каждого будем менять на каждой эпохи таким образом чтобы смотреть то есть мы построили какой-то классификатор на эпохи номер н на эпохи т значит он что-то хорошо склассифицировал что-то он плохо склассифицировал то что он склассифицировал плохо будем увеличивать коэффициенты для этих объектов чтобы на следующей эпохи когда будем подбирать будет настраивать этот наш новый классификатор чтобы он лучше справлялся с тем с чем плохо справился предшественным то есть это так весовые коэффициенты это число которые вещественные числа которые соответствуют каждому объекту из обучающей выборки но эти весовые коэффициенты будут меняться в течение времени значит для наш начальный момент времени w1 мы положим его единицы деленные на то есть пока мы строим только первый наш классификатор мы презумпция невидомности говорит о том что все классификатор будет все объекты одинаково хороши поэтому я сотрудника поэтому мы значит делаем равномерный этот вес равномерный значит отлично значит дальше мы будем строить наш классификатор здесь h ну классификатор будем обозначать буковкой h маленьким т это классификатор на нашей эпохи в эпохе мы его делаем вот таким образом сейчас я напишу потом арк минимум то есть арк минимум да эта функция не минимум функции который сейчас будет а тот аргумент на котором он достигается значит арк минимум здесь мы берем а какой-то житый из множества всех классификаторов то есть мы будем минимизировать по доступным нам классификатор да то есть h это множество классификаторов вот эти были четыре там признака каких-то это могут быть разные классификаторы которые мы как-то построили напоминаю что при построении вот это множество тут классификаторы они должны быть простыми потому что возникает вопрос зачем это делать если есть уже набор классификаторов но это набор плохих классификаторов которые никакой из них не является удовлетворительным поэтому мы тем не менее будем выбирать такой классификатор от такой суммы сумму по каждому объекту звучащий выборки здесь у нас w ты этот номер эпохи на каждый м а здесь вот такая скобка сейчас я напишу а потом ее значит про прокомментируют значит это y м на это ответ правильный где это не равно h житая вот это такое стандартное значит обозначение то скобка имеется ввиду что мы берем вот эту сумму только по тем а у которых вот этот классификатор сработал нет неправильно то есть мы перебираем все наши же значит ну и если какой-то классификатор такой что это все равно нулю ну понятно ну тогда как бы значит у нас есть идеальный классификатор вот если же они так сказать нет такого классификатора который классифицирует все вот мы вот вот так подбираем а так сказать ну вот так чтобы но этот данный параметр сейчас не играет роли потому что он для им на первой эпохе он для всех одинаковый вот поэтому до первой эпохи выбирается классификатор такой который меньше всего ошибался не что ошибался значит дальше надо пересчитать вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти коэффициенты значит пересчитываются они следующим образом значит ну тут я не не буду есть определенный вывод так сказать этого но давайте мы сейчас покажем как это работает значит смотрите дальше мы должны перейти пересчитать вот эти веса значит вот этот вес для следующей эпохи т плюс 1 для каждого м мы делаем следующего значит это будет вес на предыдущей эпохи умноженный на экспонент но мне вот так здесь удобно записать я пишу чуть выше потому что будет дробь значит поэтому значит здесь будет минус альфа сейчас я скажу что такое альфа значит альфа альфа т альфа т это параметр вычисляемый по а сейчас я скажу значит дальше значит это мы умножаем на у м значит и умножим на аж вот сейчас не не ажи аж ты конечно аж аж тег икс эм вот так значит и наши нам нужно это вот а поделить на некоторые коэффициент c а это такой коэффициент чтобы в сумме нам получить единицу ну вот эти вот этот w значит порядок здесь мы просуммируем по м мы получим единицу да то есть м да какие-то эти весовые коэффициенты они должны быть в сумме давать единицу ну так это всегда можно сделать потому что это положительное число значит что такое альфа значит альфа это вот такое вот такое число значит одна вторая на логарифм логарифм в данном случае на натуральный от единица минус эпсилон эпсилон т на эпсилон т значит ну здесь что такое эпсилон т эпсилон т это собственно вот это все вот это все да так эпсилон т имеется в виду минимум ну да вот это ну вот это минимум это вот минимум вот это вот этой штуки ну как бы так записать ну то есть там где это эпсилон это ошибка ошибка на эпохи т а значит это ну если это от минимум да то это вот собственно минимум ну или можно написать что это значит ht примененный вот к этой скобке то есть это максимальная ошибка точнее минимальная ошибка значит на эпохи т которую мы достигли значит ну напоминаю что здесь если она уже ноль если мы вдруг обнаружим что у нас ноль тогда ну то есть деление действия деление а ну здесь да но тогда уже ничего не надо считать никакой альфа считать не нужно если мы нашли ошибку равную нулевую значит уже все как бы все построен идеальный классификатор ну так конечно никогда не бывает значит вот так строится значит здесь классификатор смысл состоит еще раз смотрите смысл в чем почему это работает значит это работает следующим по следующей причине значит задача ну вы в следующий раз когда будем делать конкретный пример мы в числах это все посчитаем вы увидите как она работает смысл в том что значит сначала мы берем классификатор какой есть и применяем его на всей нашей выборке значит нашли классификатор который самый лучший на первой эпохе а дальше на второй эпохе мы снова ищем классификатор из нашей из всей нашей системы но уже примененный с определенными весами с определенным весом для тех там где предыдущий сработал плохо и вот такая система быстренько то есть мы усиливаем наши классификаторы именно обязательно там где предыдущий сработал плохо значит и в итоге мы значит да вот можем добиться того что по сути то есть вот классификатор уже с определенными примененный к x с определенными весами значит ну замечательно значит действительно вот таким образом можно из плохих классификаторов построить классификатор который будет работать хорошо это система ну в общем конечно требует определенных вычислений поэтому стало так сказать применяться не так известно было давно но требует определенных больших вычислений но тем не менее оказывается что такой подход вполне себя значит оправдывает он зашит в определенные библиотеки пайтона ну это как бы стандартного такого рода такого рода бустинги конечно существует масса тьма различных вариантов этого бустинга значит здесь я рассмотрел такой простейший там не обязательно должна быть бинарная классификация значит может быть какие-то можно применять это и к нейронным сетям недоделанным смысл да какие-то простейшие какие-то нейронные сети из них строить значит соответствующий соответствующий классификатор значит он может быть не бинарный ну и так далее так далее так далее значит конечно здесь предлагается у нас есть множество этих классификаторов конечно такие примитивные как здесь значит это не обязательно хороший будет результат значит зачастую требуется определенный какой-то набор этих классификаторов сделать более-менее разумным но важно чтобы каждый классификатор чтобы он хотя бы с какой-то частью там работа то есть какой-то признак он отсекал вот это уже будет будет достаточно значит еще более может быть простым является метод бэггинга он построен на несколько более простых таких кандовых идеях значит и удивительно что бэггинг тоже отлично работает значит мы тоже будем рассматривать сейчас задачу допустим классификации хотя бэггинг само по себе можно рассматривать как некий абстрактный способ построения ансамбля методов для решения более сложной задачи значит бэггинг построен вот на такой идеи значит ну идея вся та же что мы пытаемся сложное решить ансамблем простых да то есть взять так сказать каких-то плохих работников но в большом количестве так сказать и заменить хорошего работы значит здесь есть два этапа построение бэггинга значит это bootstrap и собственно собственно алгоритм бэггинга да значит звучит следующий образом вот у нас есть обучающая выбор вообще это можно относить к любым задачам машинного обучения не обязательно там бинарная классификация может более сложным в частности это обычно ну не обычно очень часто применяется к случайно решающим деревьям с использованием значит ансамбля таких деревьев которые называются случайный лес и так у нас есть большая выборка обучающим размеченная выборка которую мы должны изучить а значит она действительно зачастую может быть большой мы делаем такое первое дело мы должны разделить эту выборку на большое количество так сказать под выбор делается это значит следующему это ну не то что пункта было сэмплирование здесь все значительно более просто значит мы делаем копию ну не копии неправильно а значит делаем большой набор маленьких выборок ну размер так сказать вот этих маленьких выборок относительно большой настраиваемый параметр ну в общем то может быть там 20 процентов примерно так причем мы вот сюда берем случайным образом любой элемент причем с возможными повторами это важный момент то есть просто тут у нас допустим там миллион объектов это тысячи объектов здесь будет настал 150 объектов 200 объект вот мы берем здесь 250 здесь 250 здесь 200 200 берем каждую строим эту под выбор независимо от предыдущей это важно тоже и возможно с повторами потому что мы будем переобучать это деревья значит на вот этих выбор значит ну опять-таки не вызывает проблем здесь создать таких выборок причем 10 семплинга проблемы нету потому что здесь именно построена на то что выбрать и все однородные процедура она должна быть вот очень простой и так мы построили не 4 конечно да там 400 значит маленьких выборок и для каждой такой выборки для каждой такой маленькой мы строим какой-либо ну по какому-то правилу строим такой либо классификатор ну вообще говоря я говорю классификатор но это может быть и не классификатор это нечто которое ну что-то делается с этой выборкой да это может быть там задача регрессии задача усреднения на классификации ну давайте для простоты будем считать что нам нужно классифицировать вот эти вот этим классифицировать вот эти вот эти выборки мы строим по каждой выборке строим параллельно строим различные классификаторы ну и так далее а значит каждый из этих классификаторов например это решающее дерево а оно должно во первых оно работает с плохой выборкой а не с большой а с маленькой причем там с повторами и так далее это не обязательно репрезентативная выборка от той выборки должна быть а мы берем их количество ну то есть количество должно быть большим то есть условно говоря если это там 20 процентов должно быть там 500 100 таких классификаторов значит и каждый этот классификатор должен быть его тоже можно вообще говоря как бы огрублять ну если это решающее дерево то значит мы строим его допустим душаговое дерево максимум там третье может быть какое-то разделение не не больше плохое дерево ну каждое дерево но чего-то там важно чтобы быстро строить да почему ну можно конечно и сложное строить но когда бэддинга не надо нам так сказать здесь изощряться мы делаем вот эти деревья причем мы можем менять для каждого дерева это тоже еще так сказать один из методов вот эти классификаторы они могут быть идентичными а могут быть и не идентичны мы можем условно говоря при построении дерева для к для разных деревьев закрывать какие-то признаки ну то есть помните нас были эти предикаты которые делили да мы можем значит вот эти одному дереву давать много какой-то часть то есть давать мало то что мы берем маленькую выборку так мы еще признаки можем закрывать для разных деревьев каждая из этого из этого дерева построены она перену как он обучается на на своей выборке поскольку смотреть есть такая такой эффект поскольку дерево очень простое а значит ну там раз два вопрос а значит ну тут три вопроса так один этот вопрос дает пары два вопроса она выборку содержит скажем 200 элементов это приведет так называемый перри это дерево переобучиться то есть мы его на такой выборке очень хорошо построен короткие деревья можно строить очень-очень хорошо переобучиться это значит что каждое это вот это дерево ну вот если мы заменим эту выборку но для вот этого дерева построили на этой выборке потом если мы эту выборку изменим заменим ну из той же из общей днюю она будет работать очень плохо ну это так это гной эффект переобучение то есть переобучение но это очень часто возникает в нейронных сетях когда вы делаете нейронную сеть простую какую-то из там пяти нейронов тогда ну так сказать ну чё ну как бы там много не получится то есть мы получаем что это дерево будет работать вот прицепиться к каждой вот этой выборке будет зависеть а значит ну а дальше дальше мы делаем комитет причем здесь все это соединяется равномерно ну дальше мы делаем настоящий классификатор это количество значит количество наших классификаторов ну и собственно суммирую ну я чаще выборка ну очень полнота нет просто берем среднее среднее значение если это бинарный классификатор ну тогда не все вообще можно убрать да это просто взять сигнал отсюда может значит это происходит так называемый метод с помощью голосования еще это называют комитетом иногда это называется комитетом ассамбль или комитет в том смысле что мы берем много экспертов и каждый эксперт что-то свое видит помните мы говорили что мы этим деревьям можем этим деревьям подкручивать признаки один видит одно, другой видит другое при этом ну а потом этот комитет голосует является таким голосованием как ни странно это работает если это бинарный решающий деревьев называется случайный лес это случайный лес то есть когда мы не строим одно большое дерево баобаб, которое мы не сможем объять мы строим тысячу березок и каждая березка она что-то свое думает корову измеряет по-своему а мы потом все это усредняем и получаем хороший результат вот этот метод очень-очень удобен у него есть много-много плюсов у него нету каких-то сложных параметров как нейронной сети значит он устойчив к изменению данных он работает очень хорошо сама процедура очень хорошо распараллеливается то есть если мы используем какие-то параллельные вычисления то здесь это вот идеально то есть мы прям так сказать каждый вот этот классификатор устроится независимо друг от друга это важный конечно параметр что они должны быть независимы потому что если при оценке коровы мы будем так сказать если будет зависимы да сначала выйдет самый мудрец скажу ооо тут там 75 килограмм вот другой будет уже на его ориентироваться поэтому я и сказал что этот математик он делал независимо просто это очень важный момент значит в этих голосованиях в этом комитете ну важно чтобы каждый был независим от другого ну иначе это усреднение может не сработать значит ну да во-первых важно чтобы конечно ошибки каждого этого дерева чтобы они были независимы чтобы они имели конечно нулевое среднее ну здесь это предполагается но тем не менее случайный рез лес и в эконометрике применяется и в машинном обучении и вообще вот эта идея бэггинга она оказалась очень удобной и современной значит но что мы теряем мы теряем здесь важное достоинство решающего дерева помните мы говорили про решающее дерево что это белый ящик что главное достоинство решающего дерева состоит в том что мы можем предъявляя заказчику обученное решающее дерево мы ему даем не просто это работающий инструмент а мы ему показываем как этот инструмент работает значит в отличие от нейронных сетей это важное достоинство потому что вы можете обосновать ну и самое главное мы уже говорили анализ данных анализ данных это не просто выполнение функций предсказания интерполяции экстраполяции регрессии это задача понимания этих данных и вот решающее дерево настоящее полноценное оно дает нам такое понимание как устроены наши данные а здесь понимания уже не будет потому что каждое из этих деревьев которые мы построили они все ущербны они специально ущербны они ущербны тем что построится по плохим выборкам окажет выборка непрезентативно кроме того не ущербны тем что мы их сокращаем число листьев там заменяем признаки и так далее и дальше происходит усреднение и не вполне ну то есть это не будет какой-то едино решающий дерево да то есть как оно работает ну работает к сожалению да это будет уже некий темный лес в том смысле что случайно лес он темный лес он уже черный ящик вот значит опыт показывает что даже в простых случаях применения случайного леса выборка он не только решает задачу классификации получающей выборки он достаточно хорошо вообще настраивается на эту выборку и поэтому если у нас есть какие-то новые объекты то они конечно случайным лесом замечательно решаются и надо сказать что конечно вот и такого рода ансамбленные методы машинного обучения в анализе данных это действительно все больше и больше приобретает популярность ну в общем без этого не обходится ну ни одно серьезные какие-то там исследования по анализу данных обязательно там будут такого рода идеи потому что есть надо понимать что помните мы говорили что машинное обучение и анализ данных в частности это не только наука это еще искусство и все самое главное это ремесло а ремесло в том смысле что мы должны решать задачу как можно более дешевле ну лучше быстрее читай дешевле и поэтому значит нам действительно желательно чтобы инструменты которыми мы будем пользоваться чтобы они были как можно более просты и идея использования ансамбля это использование грубой попытка использования грубой силы для решения сложных задач но грубой силы в большом количестве значит вообще ну это не только машинобучение в чистых методах была такая даже позволю себе поскольку у нас сейчас заканчивается курс несколько слов сказать в этой части была не то чтобы трагедия но такая есть драма в том числе в чистых методах когда люди изобретали какие-то хитроумные чистые методы которые потом вдруг оказались ненужными потому что экономии на вычислениях совсем ну как бы она нивелируется скоростью к выполнению компьютера то есть когда вручную считали там скажем дифференциальное уравнение решение ну там многошаговый метод адамса есть кто его сейчас применяет крайне редко нет если вы ручками решаете дифференциальное уравнение в некоторых случаях это будет лучше чем метод рунги-кута на самом деле это будет намного проще ну не намного но это будет где-то это имеет эффект сейчас если вы решаете там стандартную задачу зачем будете программировать этот метод рунги-кута отлично запустил не пошло уменьшил шаг вперед не сработало 550 взял тн на 100 3 конечно может так статься что не будет никогда заработать но обычно увеличением грубым увеличением таких количественных параметров удается задачу решить да и многие в том числе в машиноплечение зачастую зачем нам строить сложные решающие деревья мучиться с этим предикатом раз-два-три-четыре-пять равных предикаток и построю так рубанем так сказать большое и добьемся нужного результата вот поэтому там где можно использовать грубую силу мы используем грубую силу это не уничижительно это не то что я это критикую нет нет как раз то наоборот значит я считаю что если можно где-то сэкономить на уме меньше думать надо меньше думать нет лично думать надо много есть на какой-то задачи можно меньше думать больше так сказать запустить машину надо это делать не надо так сказать да слишком долго думать над какими-то хитроны методами если можно время это обдумывание больше чем работа этого компьютера конечно не надо понимать что все можно сделать грубой силой что компьютер все решит конечно иногда нужны сложные методы и просто увеличением количества параметров можно ничего не добиться это тоже понятно вот нужно некое понимание но тем не менее в машинном учении то что можно сделать так сказать вот количеством делается количество поэтому вот эти бустинга бэггинг вот эти такого рода ансамбльные методы они действительно так сказать становятся таким мейнстрим это обязательно если это сложная задача то это обязательно условие можно сказать им допустим делать на чем угодно там или бэггинг там на нейроны сетей не обязательно решающие деревья может строить какие-то нейронные сети простые все это наказывается достаточно эффективно значит ну и совсем уже несколько слов так сказать за как бы весь курс значит я хотел вам показать что анализ данных анализ данных это особая деятельность между математикой ну отчасти программирование машинным обучением которое требует такого искусства требует хорошего отношения к данным надо полюбить эти данные значит да то есть вы должны как бы полюбить с этим все обращать сколько воин значит просто то соответственно какие применение математических методов анализа данных в каждом конкретном случае это каждое конкретное случае изваяние то есть у вас есть там сколько справочник как складывать стихи и набор рифм это не означает что вы стали по это каждый раз написали новое стихотворение это некая некая процедура ну вот анализ данных это вот про это вот мы рассмотрели с вами там задачи линейной регрессии анализа временных рядов это такие классические методы анализа данных потом мы рассматривали вопросы связанные с классификацией и изучением собственно таких данных обычно при анализе данных нужны все эти компоненты они там обязательно присутствуют значит тогда значит сейчас мы наверное завершим нашу теоретическую часть нашего курса и пожалуй я думаю еще два занятия мы потратим на практическое на практическое применение раз ну уже так сказать без теоретических изысканий мы прям вот на по это не например стандарт язык мы рассмотрим ну как это все работает так если вопросы на практических занятиях наша цель посмотреть туши как это работает я так наговорил работает она не работает это так сказать верить надо ну не все можно так сказать прочитать руками нет мы будем на практических несколько решать конкретные кейсы а мы возьмем различные ну что-то мы показывали что не показывали больше сделаем упорка что не показывали там и поиск обучение одну конкретную таблицу под покажем вот бак бас вот применили вот нашли значит решение гиппоис вот там случайный лес вот раз раз вот нам вот случайный лес вот она классифицировать бусинк вот бэгин я так пока утрирую да то надо посмотреть но принципе вот так голубым по но не голубом ретроспективе по нашему курсу вот эти наши методы покажем как они работают на простых примеров вот это я считаю задачи практических занятий так есть еще вопросы ну если вопросов нет тогда всем большое спасибо спасибо что были с нами так сказать ну слушайте наши другие курсы которые будут надеюсь в следующем семестре